Друзья, всем привет! С вами Катя. Добро пожаловать на мой канал. У меня добрейшее утро. Вы видите, за моей спиной восходит солнце. Я сегодня хочу поговорить с вами вновь о репатриации. Расскажу вам предысторию. Мне написала девушка, моя подписчица из Украины, которая собирается репатриироваться вместе с семьей. У нее был просто миллион вопросов. Она очень сильно нервничала, переживала по поводу всего буквально, а холодно ли, а как город, а как квартиры, а как что с работой, как подтверждать диплом. Ну, все-все-все, что, в общем-то, волнует каждого нового репатрианта. Также у этой девушки очень много каких-то мифических ожиданий. Мне показалось, что она ждет, что приедет куда-то в волшебную страну, в которую вот она только въехала, и все, сразу аплодисменты, лучшая работа, лучшая зарплата, лучшая квартира. Моя подписчица подтолкнула меня сделать видео о том, что вас может здесь ждать, и почему, возможно, стоит пока отложить решение о репатриации. А начать я хочу с того, что переезд – это всегда стресс. Будь то соседняя квартира, другой город, а уж тем более другая страна. Это огромный стресс, когда вы пакуете всю свою жизнь за 20, 30, 40, 50 лет в сумки, в чемоданы и переезжаете вообще просто в другой мир, в другую страну, с другим языком, с другими людьми, с другим менталитетом, с другим климатом, с другой едой, с другим образованием, с другой системой налогообложения. Но как ваши переживания и вот этот вот фоновый стресс могут облегчить вам переезд? Никак. И чтобы минимизировать этот стресс, первое, по моему мнению, что нужно – это четкое понимание, зачем вы репатриируетесь, для чего вам это нужно, чего вы хотите достичь, к чему прийти, может быть, от чего-то наоборот уйти. У каждого свои причины, их может быть очень-очень много, и вы должны для себя четко понимать, для чего это именно вам. И я вам рекомендую цели и вот это вот понимание, зачем искать именно для себя, зачем вы едете именно лично для себя, потому что ради ребенка, ради пожилых родителей, ради мужа, сестры, брата, свата – это не работает. Абсолютно не факт, что когда вы переедете, ребенок скажет вам спасибо, особенно если это подросток, потому что ему будет сложно. Это новый язык, новые друзья, новая школа – все для него в новинку, плюс еще подростковый возраст. Это очень трудно. Абсолютно не факт, что вам скажут спасибо пожилые родители. Да, в Израиле классная медицина, но для пожилых людей переезд также очень-очень сложен. Вы же понимаете, что они целую жизнь прожили в одной системе, и сейчас их просто берут и переставляют в абсолютно другую систему. Это сложно. Поэтому ваши причины должны крутиться исключительно вокруг вас самих. И если вы думаете, что мне здесь хорошо, в моей стране исхода, я не хочу никуда переезжать, но вот там вот для моего ребенка будет лучше, или но вот там вот для моих родителей будет лучше. Нет. При таком раскладе лучше отложить решение о репатриации, запастись больше информации, почитать, посмотреть, и еще раз как следует подумать. Следующее – это информация. У вас должно быть как можно больше информации о том месте, куда вы переезжаете. Начиная с общей информации о стране и заканчивая конкретно тем городом или тем кибуцем, куда вы едете. В этом я могу вам помочь. Смотрите мои ролики. У меня есть целый плейлист о репатриации. Прямо вот с самого начала до самого конца. На сегодняшний момент мы живем в Израиле три года. И я начинала снимать все пошагово, начиная от консульской проверки, с какими трудностями мы сталкиваемся, где мы живем, почему мы приехали, где мы там учимся, работаем и так далее. И вот по сегодняшний день. Смотрите, чтобы у вас было как можно больше информации, чтобы вы четко понимали, куда вы едете. Следующий пункт. Если при мысли о репатриации у вас возникают негативные мысли, если вы настолько сильно переживаете, что вам не хочется во все это ввязываться, то, на мой взгляд, это также повод подумать еще и несколько отложить решение о репатриации. Потому что это решение должно быть взвешенное, четкое, структурированное, понятное, очевидное и веское. Вы должны четко понимать, зачем и куда вы едете. И если есть в голове разброты, шатания, значит, недостаточно информации, либо недостаточно понимания, для чего это нужно лично вам. Также не стоит пытать иллюзий. Не стоит думать, что вот сейчас вы выйдете с трапа самолета, и все, ваша жизнь станет прекрасной. Не нужно ставить свою жизнь и свою судьбу в зависимость от чего-то, от каких-то внешних обстоятельств. Только вы можете чего-то добиться, получить здесь классную работу, выучиться, получить образование, подтвердить свой диплом. Это зависит только от вас. Поэтому не нужно питать иллюзий и идеализировать страну. У кого-то здесь все классно получилось, у кого-то сложнее, у кого-то совсем не получилось. Но это только ваше решение, это только ваша ответственность. И, кстати, здесь же, к слову, об информации, я думаю, это очевидно, что равняться стоит на тех, кто чего-то добился, у кого здесь все получилось, на тех, чья жизнь сейчас вам нравится. Вы бы хотели какую-то подобную жизнь, вот на них ориентироваться стоит. То это очень четко отфильтровывать информацию, не нужно смотреть, как здесь все плохо, как люди приезжают, где-то там работают непонятно где. Вот многие мне писали и до сих пор пишут, что в Израиле можно прожить, только если работать с утра до ночи без выходных, и только тогда вот ты заработаешь на хлеб и воду без излишеств. Ребят, ну это неправда, это откровенная неправда. Просто кто-то смог устроиться, а кто-то не смог. Кто-то захотел, приложил усилия, а кто-то не захотел, не приложил, не смог. И сейчас рассказывает всем, всему миру и новым репатриантам, как здесь все плохо. Не стоит иметь таких людей в окружении и ориентироваться на их точку зрения, потому что она вам ничем не поможет и только еще больше подогреет ваш и так фоновый стресс в связи с переездом. Также вот эта моя подписчица мне писала после просмотра моего ролика о бомбоубежище. Как же так? Я думала в Израиле так чисто, так хорошо, и бомбоубежище в таком состоянии. Как это так? У меня не укладывается в голове. Ну, ребят, послушайте, да, здесь есть старые дома, вот за моей спиной, этим домам лет по 50, наверное. А что вы думали, что здесь только новостройки и блестящие небоскребы? Нет, это не так. Вот мы сейчас живем, да, в таком старом доме. То же самое про грязь и мусор на улицах. В Израиле очень, очень чисто, но есть районы, в каждом городе есть такой райончик, в котором просто не убирают. Там очень грязно, там мусор на улицах, ну, это не очень благополучные районы. В каждой стране и в каждом городе есть такие районы, и да, в Израиле они тоже есть. А есть новые районы. Там, где новостройки, там, где очень чисто, красиво, новенькие газоны, новенькие цветочки, бассейны и детские площадки. И это также есть в любой стране и в любом городе. Поэтому я вас прошу, не идеализируйте. Израиль обычная страна, где есть как хорошие, новенькие, классные города и районы, а есть старые и не очень благополучные. И да, будет сложно. Это сложно. Собрать всю свою жизнь в чемоданы, перевернуть ее с ног на голову, уйти с насиженного места и переехать в новую страну, где все, все абсолютно другое, начиная от климата и заканчивая едой. Когда вы приедете, у вас здесь будет очень много дел. Поиск квартиры, распаковка чемоданов, получение кредитной карточки, изучение нового языка, изучение нового менталитета, новая еда. Возможно, кому-то нужно будет переучиваться, детей устраивать в детский сад и в школу, знакомиться с новой системой здравоохранения. Забот и хлопот у вас впереди будет еще очень и очень много. Но если у вас есть четкое понимание, для чего вы репатриируетесь, если у вас есть достаточной информации, достаточно понимания, куда вы едете, если вы не питаете иллюзией, что вот сейчас я приеду в Израиль и как заживу, то у вас все получится, у вас все будет хорошо, вы со всем справитесь. Главное выдохнуть и составить четкий план действий, что вам нужно делать. Очень классно, когда рядом есть человек, который поддержит, подскажет, посоветует что-то. Для этого и существует в Израиле Министерство Али и интеграции, которые направляют людей, проводят их вот по этому первому пути становления в стране. И также я вас прошу, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите мне в комментариях под этим роликом, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то сомнения. Пишите, я все вижу, я все читаю, я вам отвечу. Также, пользуясь случаем, хочу вас попросить писать именно под видео. Это помогает развитию и продвижению канала, то есть большее количество людей, большее количество новых репатриантов увидят мои ролики, смогут набраться информации и подчеркнуть для себя что-то полезное и также задать волнующие их вопросы. Переходите в мой плейлист о репатриации, смотрите ролики с самого начала. Я рассказала там, мне кажется, все о нашем становлении в стране. Надеюсь, я хоть чуть-чуть самую малость помогла вам. Я желаю вам легкой репатриации и абсорбции. До встречи в следующих роликах. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова